Так, народ, всем привет! В данном видео я хотел бы, возможно, кому-то помочь определиться с выбором монитора, подсказать, дать информацию без размышления. Первое, о чем я хотел сказать, смотря разных популярных техноблогеров и так далее на Западе, в Европе и в России, есть такая тенденция, что человек все же, основываясь либо на своем опыте, либо еще на чем-то, склонен к определенным брендам, к определенным мониторам, скажем так, к определенным производителям, к определенным матрицам. Я призываюсь к тому, что есть действительно факты, вот есть определенные плюсы, есть определенные минусы, вот, и, соответственно, от этого уже вы можете отталкиваться при выборе монитора. Значит, поговорим сначала о самых базовых вещах, это три вида матрицы, у них очень много подвидов, есть еще четвертая матрица, но о ней мы говорить не будем, а той самой четвертой, о которой говорить не будем, ее заменит матрица OLED, про которую мы тоже упомянем. Значит, у нас три основные матрицы. Первое, что вы должны знать, это Twisted Pneumatic, то бишь TN, это Vertical Alignment, то бишь VA, и IPS, In-Plane Switching. Что говорить, начнем, вообще, всегда говорят вот так вот, от более плохому к лучшему, ну, и всегда говорят T, VA, и потом IPS. На самом деле, это не совсем так. Действительно, в качестве отображаемого цвета, именно вот, если брать, именно, ну, сочность цветов, самую точную цветопередачу, действительно, обеспечивает IPS. Но эта матрица далеко является не самой лучшей во многих ситуациях. По поводу TN, мы сейчас будем разбирать преимущества и недостатки. Начнем с преимуществ. Во-первых, считается бюджетной матрицей, но есть и всякие модели под киберспорт с высокими герцовками, которые стоят недешево. Самое частое разрешение данной матрицы, это Full HD, самое комфортное. Размер экрана это 24 дюйма, либо 27 это максимум, потому что были мониторы на TN, которые даже в 4К были, которые в 31,5 дюймов там и так далее. На самом деле, эта матрица, она заточена чисто под соревновательные игры. Это могут быть шутеры, это могут быть файтинги, в которых важно время отклика, но не важна герцовка до поры до времени. Потому что во многих файтингах уже есть опции 120 Гц для улучшения скорости отклика. Это моба игры, то бишь, если вы любите соревноваться, играть в соревновательные игры, это матрица для вас. И вам не важна цветопередача, и вам не нужна там хорошая контрастность. То есть вы чисто соревновательный игрок, который большую часть времени именно проводит в онлайн играх. TN матрица это ваш лучший вариант. Я не говорю, что на этой матрице нельзя там посмотреть фильм, или, например, там нельзя сделать какие-то там, не знаю, о том, что на ней работать нельзя, сверкнуть интернет или еще что-то. Нет, она достаточно универсальная. Из минусов, матрица это чаще всего идет 6 бит плюс FRC, то бишь битность цвета 6 плюс 2 добавляется при помощи технологии Frame Rate Control. Это технология, которая очень быстро подменяет кадры для того, чтобы ваш глаз видел больше цветов, чем там есть на самом деле. На самом деле, смотря на монитор 8-битный и, например, 6 бит плюс FRC, в реальной жизни вы разницу практически не увидите. Однако везде, где есть технология Frame Rate Control, там такие мониторы больше подвержены к мерцанию. Соответственно, лучше, конечно, чтобы монитор был чистый 8-битный. Такие ТН-ки тоже есть. Есть даже очень, ну, некоторые такие модели, некие беспортивные, когда производители пытались делать матрицы, ну, на мониторе на ТН-ках, но для красивых там игр и всего там духе. Смотрите, касательно, и там были бы типа 8 плюс FRC. Чаще всего такие матрицы идут как раз-таки 6 плюс 2, либо 8. У них самый лучший отклик по скорости. У них очень высокая герцовка, то бишь это все заточено под то, чтобы вы играли в онлайн-игры, где требуется быстрая скорость реакции, минимальное количество мошен-блюра при дергании мышкой и так далее. И это самый лучший вариант, если вы хотите купить себе монитор с высокой герцовкой 240, 360 и так далее. Потому что IPS-ники такие тоже есть, но отклик у них действительно самый быстрый. Даже несмотря на то, что IPS с овердрайвом подбираются вплотную, все равно благодаря некоторым технологиям, киберспотивные ТН-моники, они будут быстрее. Если говорить о бюджете, изначально, когда мы обсуждаем, когда речь идет вообще в описании данных мониторов, это мониторы от 15 до 40 тысяч, касательно всех трех матриц. Дальше мы поговорим о LED, и дальше мы поговорим уже не о бюджетных мониторах, поэтому вскользь я упоминаю киберспортивные мониторы, но даже здесь можно какой-нибудь киберспортивный моник найти, там 144 Гц, там около 20 с чем-то тысяч. Дальше, минусы матрицы. Во-первых, то, что ее тяжело найти, несмотря на то, что это самый бюджетный, их сейчас все производят меньше и меньше и меньше. Плохие цвета и плохая обзор под углами, но это слабо стоит говорить, потому что не все смотрят на монитор, там под углом, под каким-то огромным, но действительно есть проблемки. Есть плюсов касательно обычных этих LED-мониторов, именно подсветки LED. Засветы здесь очень равномерные, вы не увидите оранжевых, желтых, там каких-нибудь белизны там ужасные, все будет плюс-минус серое на черном фоне, контрастность здесь средняя, это 1000 к 1. Соответственно, таких засветов, как на IPS, вы здесь не увидите. Второй плюс, то, что Image Retention, то бишь остаточное изображение, здесь тоже не так часто проявляется, как на матрицах IPS, хотя это проблема всех LCD-дисплеев, то бишь всех трех этих матриц. Кому точно я не рекомендую данную матрицу, это те, кто занимается в видео, ну то есть работая с видеографикой, либо те, кто играет только в одиночные игры. И также я не рекомендую людям, которые не играют в киберспортивные игры, то бишь где нужна максимальная скорость отклика и максимальная герцовочка. Вот. Второй тип матрицы это Vertical Alignment. Соответственно, VA из ее недостатков это сразу самый плохой отклик из всех трех матриц, потому что там отклик в среднем это, если это не брать плохо собранные, но с хорошим откликом матрицы Samsung, то средний отклик это 2MS, 3MS, 4MS, 5MS и так далее. И на самом деле, когда производитель пишет 1MS, естественно, там не будет этого 1MS, и чем ниже герцовка, то есть если вы играете в 30 кадров, в 60 кадров, это отклик будет еще хуже, чем если вы игру запустите, например, в 120 герц, 144, 165 и так далее. Вот. Соответственно, вы также должны понимать то, что VA это матрица, которая имеет самую лучшую контрастность из всех трех. Контрастность ее средняя это от 2500 на современных VA до 4000. То есть при этом у IPS она может быть вообще 800 на многих мониторах, даже современных из-за высокой яркости. Битность цвета здесь в основном это 8-битные мониторы. 6 плюс 2 FRC это совсем только бюджетки. Вот. И касательно битности цвета есть 8 плюс 2 FRC, и даже есть чистые 10-битные матрицы. По цветопередаче VA она практически как IPS. HDR на ней самый красивый благодаря тому, что высокая контрастность, если сравнивать обычный монитор до 40000, условно говоря. У VA есть проблемы с black smerring. Там называют проблему гостинга. На самом деле это просто эффект motion blur и гостинг есть на... Если вы возьмете TN, у которой отклик 5 мс, там будет гостинг. Если вы возьмете IPS, у которой GTG, например, показывает 3 мс, и на самом деле она там под десятку, то тоже будет гостинг. А вот black smerring это как раз таки, когда переходит смена цвета с черного на яркие цвета. И за черным объектом начинает тянуться черный след. И вот это вот уже большая проблема многих современных VA матриц. Даже уже под бюджет там 40 тысяч, они действительно имеют эту проблему. Но есть VA-шки, на которых на самом деле эта проблема сведена к минимуму. И то есть ее можно только если вглядываться, так сказать, найти. И преимущество VA-экранов чаще всего, как раз таки из-за этого black smerring, из-за вот этого медленного перехода пикселей, чаще всего у VA идут изогнутые экраны. Кривизна бывает 1800, 1500 и 1000. Сейчас объясняю. Это самые три распространенные кривизны, где 1800 он слегка изогнутый, 1500 он прям кривой достаточно, и 1000 он прям изогнутый под ваш глаз. То есть это кривизна человеческого глаза. Сразу хочу сказать, если у вас это вызывает настороженность, то вы можете идти сразу мимо. Большинство VA матриц все же изогнутые. И ну где-то 90%, даже если там по всему бюджету просматриваться. Также делается это для того, потому что углы обзора у него не такие хорошие, как IPS, но лучше чем на ТНКе. И по углам, особенно на больших мониторах, 32 дюйма там и так далее, да, если монитор был бы не изогнутый, то углы бы у вас просто менялись в цвете. Поэтому они делаются изогнутыми. По поводу самой изогнутости. Это такая вещь, которой либо вы привыкаете, и она вам невероятно нравится, либо вы на нее смотрите, и она вам вообще не нравится, и вы не можете так играть. То бишь изогнутость экрана, она никого не оставит равнодушным. Не будет у вас такого, что вы поиграли на изогнутом, потом пересели на флэт, то есть на обычный экран, и вообще там никакого перехода, и так комфортно, и так комфортно, нет. Либо вы будете играть так, и вы будете очень долго переучиваться, либо с обычного на изогнутый, либо потом, если купите себе после изогнутого обычный монитор, он вам будет казаться выпуклым, когда ваш глаз уже реально привыкает к изогнутому монитору. Также, для каких игр в первую очередь подходит ВА-матрица? ВА-матрица подходит для супертемных игр и хорроров, и в играх от первого лица. То есть где много темного цвета, где решает контрастность. Игр от первого лица в открытом мире, например, тот же Киберпанк, например, потому что от первого лица эффект погружения изогнутой струны будет шикарен. И ВА-матрица незаменима, я считаю, если вы хотите профессионально заняться спортивными симуляторами, ну, гоночными симуляторами. То бишь, если вы захотите играть в гонки на руле, или не на руле, короче, для гонок он подходит лучше всего. Именно если вы собираетесь играть там от первого лица, вот, управляя машиной, это будет офигенно. Для каких игр не подходит ВА-матрица? ВА-матрица не подходит, соответственно, для соревновательных игр, потому что отклик, гостинг, вот, и, соответственно, это будет, ну, добавлять свой негатив какой-то, поэтому для соревновательных игр она не подходит вообще. По поводу, опять же, image retention и засветов, здесь из-за более высокой контрастности, и чаще всего ВА-матрицах ниже яркость, если брать бюджетные какие-то варианты, чем на IPS-е. Засветы будут меньше и не такими блюдскими, чаще всего ВА-матрица имеет серые, ярко выраженные засветы, но при этом нету оранжевых, там, каких-то пятен и так далее. Опять же, все зависит от экземпляра. Вам может попасть целая матрица, в которой засветов практически нет вообще, и черный, реально черный. Теперь переходим к любителям. Ну, это самая распространенная матрица, действительно, ее в огромных количествах, если вы зайдете в любой там магазин, еще что-то, больше всего будет мониторов именно на ней. Это матрица IPS. Самая четкая цветопередача и самая дефектная матрица, на самом деле, из всех трех, по факту. Она очень бюджетная, в плане того, что очень много фишек, но очень мало выхлопа. В ней очень хорошие, скажем так, действительно, цвета являются самым лучшим, лучшим обзором. Битнес цвета чаще всего 8, потому что 6 плюс 2 FRC это прям супер-супер редко. И 8 плюс 2 FRC это тоже, как бы, ну, действительно, очень распространенный момент. 10-битных IPS я не наблюдал, чисто 10-битных. Контрастность у нее где-то 1000 к 1. И в целом есть свои проблемы с черным цветом. Черный цвет эта матрица вообще не любит. Когда вы начинаете смотреть черный цвет или какие-то черные сцены в игре, где, например, есть часть светлого экрана, часть темного, то любой черный цвет и его проявления под углом будут очень сильно искажаться. Там будет эффект кристаллизации. Это называется IPS glow. И также на IPS матрицах проблемы с засветами, то есть, бишь, это утечки подсветки, в которой появляется по бокам, по краям свечение разных цветов. Это оранжевый, голубое свечение, серый цвет, такой яркий прям становится, белизна и так далее. Также эта матрица очень сильно подвержена Image Retention из-за высокой яркости, когда у вас статичная картинка висит там несколько минут, эта картинка остается фоном, при том, что вы уже что-то другое отображаете на мониторе. Очень частая проблема именно на IPS, хотя она есть на всех LCD-мониторах. И проблема с засветами, она действительно очень серьезная, потому что производители очень экономят на комплектующих, на сборке монитора, и могут появляться очень такие неприятные вещи. Герцовка достигает хороших показателей, там уже 360 Герц в IPS уже давно, по-моему, есть. Отклик тоже лучше, чем у VA. Соответственно, вообще, и самые сочные цвета, они такие игристые, приятные, и чаще всего в бюджетном сегменте у IPS самая лучшая яркость. Просто именно, если посмотреть разные мониторы, действительно яркость с хорошим запасом. по поводу, кому можно рекомендовать данную матрицу. Для тех, кто работает с графикой, подходит для повседневного использования, и очень сильно она подходит людям, которые любят играть во все. То есть, которые любят поиграть в какие-то соревновательные игры, любят поиграть в одиночные игры, но будьте готовы мириться с определенными шероховатостями, и с определенными, так сказать, в кавычках особенностями производства. В принципе, все. Но почему она самая дефектная? Потому что там есть очень, ну, очень плохие сборки мониторов в этом основном сегменте, и, поверьте мне, когда люди играют на максимальной яркости, посмотреть на засвет это неприятно. Теперь касательно OLED-матрицы. OLED-мониторы сейчас активно идут на рынок. Чаще всего это 26,5 дюймов, это когда-то где разрешение, это либо 8,2 FRC, либо 10-битный цвет. Это очень низкая яркость, поэтому будет шим, но там контрастность измеряется десятками тысяч, вот, и, соответственно, там каждый отдельный пиксель, субпиксель, может себя подсвечивать в нужном объеме, то есть, если отображается маленькая песчинка отображает черный цвет, а соседняя маленькая песчинка отображает, ну, в виде пикселя отображает какой-то яркий красный, то как раз-таки отдельно вот этот черный песчинка будет действительно черный и будет очень заглушенный. А соседняя красная будет светиться ярким красным цветом, условно говоря. OLED это очень хорошая матрица, у которой есть проблемы с выгоранием и цена. Цена не соответствует действительности, потому что очень занижена яркость у данных мониторов. И в принципе рекомендовать ее очень тяжело, потому что это по сути для мониторов, это плюс-минус новые технологии для маленьких мониторов. То есть там 27 дюймов. Касательно всех трех матриц в принципе все озвучил, при покупке монитора вы должны обратить на следующие вещи. Во-первых, из-за того, что сейчас все обойдется с серым импортом параллельным, будут проблемы с... Вы не сможете, например, проверить, была ли скрыта упаковка, потому что ее вскрывают на таможне 100%. Мониторы вообще происходят три принципа. Либо человек, купивший себе новый монитор спустя 5-10 лет после предыдущего монитора, просто не обращает внимания на какие-то недостатки. Это какие-то маленькие количества битых пикселей, засветы, неровности подсветки, еще что-то, какой-нибудь эффект грязного экрана или еще что-то. И человек просто пытается получить наслаждение, не замечая вот этих мелочей. Это первый тип людей. Второй тип людей, который будет ходить, обменивать мониторы, и этот цикл бесконечный. То есть человек будет задавать монитору братом Агас, потом после него этот монитор возьмет еще кто-то, еще кто-то, и так в надежде найти себе идеальный экземпляр. Много кто этим занимается, это позиция правильная, я считаю. Как и первая, в принципе, в зависимости от человека. Третий тип человека при покупке монитора, это когда человек пытается выиграть лотерею. То есть человек ничего не осматривает, не проверяет, и повезет, не повезет. То есть выиграть лотерею мониторов очень тяжело. Что еще можно сказать в выборе мониторов? В принципе, это вот то, что вам нужно знать. Производители максимально это удешевляют, производство. Максимально накручивают цены, чтобы вы заплатили больше. И если рассматривать монитор как часть компьютера, или как часть консоли, то есть часть игровой системы, и, например, разбирать компьютер по деталям, то есть видеокарты, оперативная память, материнская плата, кулер и так далее, и так далее, то монитор, являясь частью компьютерной экосистемы, является самой блюдской деталью данной экосистемы. Только у монитора могут быть проблемы, где вам производитель будет говорить, что все нормально. Только у монитора, вы понимаете, если бы, например, купили бы видеокарту, которая бы работала на 90% своей мощности, но не на 100%. Или там у нее заявлено 4 гигабайта видеопамяти, а по факту там работают только 3, и вам производитель сказал, это норма, это норма, это все четко, все четко. И вот таких проблем при покупке монитора очень много. Производитель все удешевляет, пытается нажиться. Поэтому будьте внимательны, этот процесс далеко не легкий. По поводу разрешений, самое оптимальное сейчас это Quad HD, переход на Quad HD, и 27 дюймов экран, это самое оптимальное. Если вы берете себе 4К, будьте готовы к большой нагрузке на видеокарту. В Full HD тоже никуда не девается, это тоже оптимальное разрешение. Если вам нужен, если вы играете в сравнение с игрой, забудьте про Quad HD и 4К, в этом нет смысла, берите Full HD и достигайте как можно больше количества герц, которые позволяют ваш монитор. Если вы играете в сингл игры, стремитесь к Quad HD и 4К. И запомните одно, универсальной матрицы нет. Идеального монитора не существует. Идеального производителя без косяков не существует. Монитора без каких-либо шероховатостей, неровностей не существует. Таких экземпляров один на сотню примерно. Поэтому будьте готовы к определенным вещам, где вам будут говорить, что все в норме, а вам что-то может не понравиться. Будьте, изучайте законы, готовьтесь ходить менять мониторы. Будьте очень внимательны, и у вас все получится. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok